С праздником вас, дорогие братья и сестры! И вместе с вами на библейском портале Экзегет мы чествуем святителя Николая Чудотворца, святителю Отче Николы, моли Бога о нас, помоги нам, не остави нас грешных. И вот действительно святитель Николай Чудотворец, он настолько вот близкий, родной, он необыкновенно добрый, отзывчивый, поэтому его называют угодником, потому что он помогает в каком-то смысле, как бы угождает вот нам своими чудесами. И святитель Николай, его почитали и все другие святые, которые были после него. Вот, например, преподобный Сергий Радонежский, а сохранились келейные иконы преподобного Сергия, перед которыми он молился, когда вот пришел на гору Маковец. А что это за иконы? Это образ Божьей Матери, Адигитрия, да, вот образ смоленский Адигитрия, путеводительница, и образ святителя Николая Чудотворца. И, собственно говоря, вот доброта, отзывчивость, смирение святителя Николая, все то же самое преподобный Сергий Радонежский тоже являл. Или вот вспомним преподобного Силуана Афонского, и он многократно писал, что вот святые, будучи на небесах, они пребывают с Богом, вот в райском блаженстве, но в то же время, находясь в любви Божией, они своей любовью обымают весь мир, видят нужды людей. И вот он ссылается, например, именно святителя Николая Чудотворца, преподобный Силуан Афонский, он рассказывает, как отец Роман, который тоже из России и потом тоже уехал на Афон, и вот как-то, когда он еще был у себя вот на родине, такой юноша, и зимой через реку Дон он переводил лошадь с повозкой, и неожиданно лошадь упала в прорубь, большая какая-то прорубь была, и в общем уже и повозка туда, и лошадь, и понятно, что человеческими силами невозможно ничего тут предпринять. И вот он тянет за уздечку эту лошадь и говорит, святитель Николай, помоги мне вытянуть лошадь. И вдруг вот как тянул-тянул и стал вытягивать, как будто какая-то невидимая сила ему помогла, и он вытянул лошадь, вот эту огромную лошадь, с повозкой из проруби. То есть святитель Николай помог ему. Преподобный Силуан, он вспоминает еще один случай, когда другой вот тоже монах по имени Матфей, а в миру его звали Миша, и он был из одного села с преподобным Силуаном, и вот он еще когда маленький был, пас овец отца своего, вот как Давид, который пас овец отца своего, вот так вот Миша. И говорит, что Миша был сам маленький, ростом с овцу. И вот однажды он увидел волков, и волки как бы вот устремились на это стадо, а Миша маленький, и только он успел вот воскликнуть, святитель Николай, помоги мне. И тут же волки разворачиваются и убегают. И потом про этот случай все в селе вспоминали, с улыбкой говорили, что вот Миша маленький сам, а святитель Николай помог ему и избавил и его, да, из стада овец от волков. Или вот, скажем, наш современник Федор Конюхов, известный путешественник и священник, кстати, он принял священный сан, он священный служитель. Так вот, когда он отправлялся в свое первое кругосветное путешествие, морское, конечно же, и вот яхта специальная, то его провожал один епископ, который его напутствовал и говорил, что вот если будет трудно, ты обязательно молись Господу Иисусу Христу, да, вот он спаситель наш, спаситель наших душ, он бессмертие дает, ты молись также великомученику Пантелеймону, целителю, потому что он врачеватель, мало ли какая ситуация со здоровьем случится, и молись святителю Николаю Чудотворцу. Почему? Потому что он помогает путешественникам. И вот, когда уже недалеко от Антарктиды, вот в этих холодных местах, он проплывал на яхте, и вот поправлял там что-то на яхте, и в общем яхта стала заваливаться, и он понял, что уже ее не удержать, а как потом барахтаться в этих водах, да, и вот он скричал, святитель Николай, помоги мне удержать яхту. И вдруг яхта действительно выравнивается, и пошла настолько ровно, как будто, вот он сам так даже не вел, и говорит, что настолько ровно, что вот как будто какой-то невидимый, да, действительно небесный помощник повел его яхты, и говорит, когда я встал за штурвал, то он оказался необыкновенно теплым, а там-то возле Антарктиды такие холода, и приходилось обычно перчатки одевать, чтобы вот этот обмороженный штурвал держать в руках, а тут, говорит, он был необыкновенно горячий, как некий тоже, видимо, символ того, что благодатью Божией святитель Николай помог, да, и где благодать, там тепло, она согревает и души, и тела человеческие, поэтому, ну, как бы некое такое вот знамение ему дано. То есть святитель Николай Чудотворец, он наш помощник, наш покровитель, молитвенник, заступник, и поэтому на Руси больше всего храмов, вот если посмотреть, кому посвящались храмы, вот больше всего посвящалось именно святителю Николаю Чудотворцу, как нашему помощнику, покровителю, и вот он сам родом из малазийской области Ликия. Конечно, сейчас это Турция, а в те времена это была вторая половина третьего века, когда он родился, у благочестивых родителей, и это были такие грекоязычные, эллинизированные территории, и вот он рождается уже в христианской семье, причем там, как говорится, что вот родители обещали посвятить тоже вот ребенка своего Богу, и когда он родился, вот как исполнение молитв, то через его рождение вот мама в том числе исцелилась от какой-то тяжкой болезни, и после этого родители уже никого не рождали, то есть жили в полной такой чистоте, целомудрие, и, конечно же, сразу же его приобщали таинством, прежде всего крестили, и вот описывается такое знамение, что когда совершалось чинопоследование крещения, то маленький младенец, он простоял в купеле все это время, как некий символ такого стояния пред Богом, и даже там в некоторых житьях говорится, что он три часа простоял, как бы прославляя Пресвятую Троицу, и уже с младенчеством он являет постнический образ жизни, то есть он не вкушает в среду и пятницу, вот до вечера материнского молока, и только вечером он вкушал, когда родители уже прочитали вечерние молитвенные правила, вот, потом он возрастает и обучается книгам, изучает, конечно, священное писание, молится, и, в общем, святитель Николай в детстве, он как раз вот представлял собой одного вот из немногих таких святых детей, которых можно встретить в истории, которые сторонились каких-то детских шалостей, которые уже с детства устремляли своим сердцем к Богу, как бы стремились всецело уже посвятить себя служению Господу, вот, святитель Николай, он был именно такой, а, кстати, дядя его, дядя его был епископом в этом городе, в городе Потары, и именно дядя привлекает святителя Николая к церковному служению, он становится сначала чтецом, то есть читает богослужебные книги во время служб церковных, а потом дядя рукополагает его в освященнике, то есть он уже пресвитер, пастырь, и у него, конечно же, появляются и духовные чады, и люди тянутся к нему, он духовным советом всех окормляет, и вот, ну, сжитье так говорит, что уже примерно вот в это время родители его перешли в иной мир, отошли ко Господу, и он наследовал вот то имение, которое осталось от родителей, и вот именно с этим временем и совпадает вот то знаменитое чудо, когда, ну, чудо помощи, когда святитель Николай, он вот помогает обездоленным, и он узнает, что есть в городе один человек, который разорился, и вот у этого главы семейства у него три дочери. И, будучи, находясь вот в таком отчаянии из-за того, что нет куска хлеба для пропитания, его посещает такая вот этого человека, посещает, в общем-то, страшная такая мысль, отчаяние – это всегда некое вот, понимаете, тоже как бы для дьявола некая вот основа, фундамент для дальнейших искушений человека. Если ты вначале вот в уныние впадаешь, а потом доходишь до отчаяния, то жди дьявольского удара, потому что дьявол будет толкать тебя на какие-то непоправимые вещи. И вот того человека какое искушение постигал? Он подумал, что, ну, раз вот не за что жить, то надо вот своих дочерей, так сказать, отдавать в блуд и в своем доме устроить как бы верте проспутства, да, блудилище, как бы добыча таких легких денег. Вот мы знаем, что иногда деньги, они кажутся легкими, да, но потом оборачиваются великими бедами для души. И святитель Николай, узнав об этом, о том, что такое желание появилось у этого человека, он однажды ночью тихонечко подходит к этому дому и вот бросает в окошко мешочек с деньгами, там достаточно было средств, и эти средства были как раз вот от того наследства, которое получил от родителей святитель Николай, но он от всего отрекся, да, и у него не было своей семьи, он посвятил себя Богу, поэтому и считал, что вот эти средства нужно посвящать на добро. А самое лучшее добро, да, это когда ты ближнего отвращаешь от грехопадения. И в данном случае вот эти деньги, они послужили спасению души. И вот тот глава семейства, он удивился, в общем, удалось на какое-то время поправить положение дел, и он выдает замуж старшую дочь, потом, конечно, средства потихоньку оскудевает, и святитель Николай вторично приходит и бросает уже второй такой мешочек с деньгами. Удалось выдать замуж вторую дочь, ну, а человек тот, он подумал, ну, кто же это вот так делает? И он решил, в общем, по ночам наблюдать. И однажды он заметил, как некто вот подходит ночью и бросает вот этот мешочек, удаляется. Он за ним побежал, в общем, узнал, что это был святитель Николай Чудотворец. Конечно, он был безмерно благодарен ему, вот. Но это вот, кстати, чудо спасения искушаемых людей, оно легло в основу чего? Вот вы же знаете, что образ, ну, как вот на Западе Санта-Клаус, а у нас потом стало как Дед Мороз, на самом деле это взято от святителя Николая, который приносит ночью некие вот подарки. И вот на самом деле именно отталкиваясь от этого сюжета из жития, когда он трижды подбрасывал ночью вот эти три мешочка с драгоценностями, отсюда и взята была вот та традиция, чтобы в новогоднюю ночь дарить подарки. И на Западе так и было, что именно святитель Николай Чудотворец, да, то есть Санта-Клаус, святой Николай, он дарит. Ну, потом, правда, когда реформация последовала, протестантизм, там уже перестали почитать святых, и тогда стали как бы отделять уже от дня памяти святителя Николая, и вот не то, что святитель Николай, а потом как бы перенесли на рождественские дни, что это вот как бы новорожденный Христос приносит такие вот подарки. Ну, вот у нас немножко тоже своя пошла такая, такое видоизменение традиции, потом стало как Дед Мороз, но на самом деле все отталкивалось от святителя Николая, от его милосердия, который он являл при жизни. И его святой образ жизни был такой, вот не так много сведений сохранилось о нем, но чудеса совершались, вот и сверхъестественные чудеса еще при жизни его. Когда он отправился в святую землю на корабле, то святитель Николай увидел, что дьявол входит в этот корабль, и тут же начинается буря, и дьявол пытался потопить корабль. И вот, кстати, этот случай из «Жития», он о чем говорит? О том, что невидимые духи, они могут воздействовать в том числе на нашу технику. Вот почему надо освещать автомобили, надо освещать самолеты, корабли, все, с чем соприкасается человек, чтобы все было причастно благодати Божией. А иначе действительно демонические силы могут повлиять каким-то образом, вот не только там какие-то дымовые бывают, да, барабашки, проявления этих темных бесовских сил, которые там искушают людей. Иногда они как бы пытаются расположить к себе, что они такие добрые там дымовые. На самом деле это бесовские обольщения. А иногда это такие прямо нападения бывают и на жилища, и на технику, на средства передвижения людей. Поэтому и нужно освещать. И вот началась вот эта буря, и святитель Николай Чудотворец, он молится. И своей молитвой он изгоняет дьявола с корабля. Но получилось так, что во время бури один из матросов падает и ударяется о палубу. И все, смотрит, он мертвый. И тогда святитель Николай Чудотворец молится о нем, потому что душа его настолько была сострадательна, чутко, отзывчива, что он не мог потерпеть горе человеческого, он молится, и матрос воскресает. Вот оно чудо величайшее, чудо воскрешения почившего. Когда святитель Николай побывал на Святой Земле, он думал остаться где-то там в пустынях, как уже в то время. Многие подвижники, они уходили в пустыню, и там формировались первые монашеские общины. Но Господь открыл ему, что вот нет, ты должен идти в мир и там совершать свое служение. Вот он возвращается. Там, правда, когда возвращались, тоже было такое одно чудо, что вот эти вот корабельщики, они уже решили не туда возвращаться, не в Потары, не в Ликию малазийскую, а куда-то плыть в другое место. Ну, мало ли, может быть, они вообще хотели их там продать в рабство тех, кого везли на корабле. И святитель Николай видит, что курс совершенно другой, молится, и тогда поднимается тоже ветер, но теперь уже он направляет в нужную сторону этот корабль. И вот эти корабельщики, они раскаялись, видя, что сам Господь, он исполняет молитвы святителя Николая. И вот, находясь в родном городе, святитель Николай понимает, что люди уже как бы начинают отдавать ему некое предпочтение, превозносить его за благочестивую жизнь, и поэтому он уходит в город Миры. Миры Ликийские, сейчас это Демре, город турецкий. И да, он сначала еще думал уйти опять-таки вот в монастырь, который дядя, его дядя, епископ, устроил рядом с городом. Но опять-таки Господь говорит ему, что нет, ты должен именно в миру помогать людям. И бывают такие вот редкие святые, которые ведут очень девственный, целомудренный монашеский образ жизни, но при этом не уходят в монастырь, они находятся среди людей, вроде бы среди вот этих треволнений, искушений, соблазнов мирских, но они настолько вот выше всего этого, что души грешников рядом с ними оттаивают. У нас как обычно, вот человек живет благочестиво, но встретится он с грешниками, и грехи грешников начинают его перетягивать, да, то есть соблазны начинают как бы преобладать. Человек живет целомудренно, да, потом встречается с противоположным полом, какое-то время вот рядом находится, и просыпаются страсти, которые его мучают, влекут уже ко греху, и все, как бы благочестие под угрозой. А вот святитель Николай, видимо, с самых ранних лет он настолько вот стремился к Богу, вот в непрестанной молитве, вот это постническое строгое житие, что страсти были побеждены уже в очень раннем возрасте, поэтому Господь дает ему такое вот благословение и послушание, чтобы он жил посреди мира, спасая вот души погибающих людей. И когда он в городе Миры находится, Миры Ликийские, то он-то ведь не думал о принятии какого-то высокого сана, а тут вдруг епископу, ну и другим там священнослужителям было открыто, что вот вы, епископы, надо избрать кого? А того, кто первым войдет в храм? Ну, было уже указано имя, конечно, что это будет Николай. Николай, значит, побеждающий народы, ну в духовном смысле, конечно, привлекающий народы к благодати Христовой, побеждающих любовью Христовой, благодатью Христовой. И так и получилось, что вот, а святитель Николай, он именно первым приходил всегда в храм, потому что тянулся к молитве, к богослужению, и утром епископ как раз видит, что заходит вот Николай, спрашивает его имя, и его-то как раз избирают во епископы, и при этом было дано еще видение, вот это тоже такое древнее повествование, что собора епископов было видно, как сам Господь Иисус Христос вручает ему Евангелие Святое, а Пресвятая Богородица вручает ему амафор, принадлежность архиерейского богослужения. То есть и Господь, и Божья Матерь, они благоволят к святителю Николаю, и так вот он становится там епископом. И это оказался такой епископ, двери которого были открыты буквально всем, и если приходили какие-то пожертвования, они тут же и уходили. Если приходил нуждающийся человек, он уходил от святителя утешенным, всем во всем помогал святитель Николай, а что потом? А потом наступает очередное гонение, в те времена гонения происходили каждые 20-30 лет примерно, и это уже начало IV века. И самое сильное гонение при императоре Диоклетиане, когда по настоянию кесаря Галерия он решается на уничтожение храмов христиан, на заключение всех священнослужителей, чтобы потом тоже их уничтожать. И святитель Николай Чудотворец, как епископ города Миры Ликийские, он, конечно, тоже был схвачен. Это факт достоверный, подтвержденный исторически. Он находился в темницах, но казнить его, по милости Божьей, не успели. Дело в том, что схватили, вообще очень много схватывали по разным местам, а очень быстро не успевали казнить, потому что нужны были различные процедуры, там вот тоже государственные, как бы юридические расследования. Это не то, что у нас, как только революция произошла, там вот тройка судила, да, три человека, быстренько там дел человека рассмотрели, и тут же через несколько часов его расстреливали. А там, в римском государстве, это был, в общем-то, строгий такой юридический аппарат, и требовалось ввести документацию. Поэтому далеко не всех успевали казнить, и буквально через два года, как только началось гонение, то есть вначале оно началось, в 303 году потом начали там везде схватывать, сажать в темницы, проводить какие-то дознания, расследования вести. Вначале что-то там, ну, пытались внушить, чтобы они добровольно отрекались, и потом уже начинали как-то мучить, потом уже начинали казнить, но уже в 305 году всё, это гонение пошло на спад, там местами только оно где-то продолжалось, и вот святитель Николай Чудотворец, он исповедник, он исповедник веры, да, Господь дал ему сохранить свою жизнь, и он выходит из темницы, и уже возвышается Константин Великий в это время, и, конечно, путь Константина к власти, к единоначалью был нелёгким, но уже православие, христианство православное, оно начинает торжествовать в разных местах, и святитель Николай Чудотворец, вот что известно, он в своей епархии не спровергает языческие храмы. Вот есть такая тоже деталь из его жития, что он был очень, конечно, добрым к людям, отзывчивым, чутким к беде человеческой, но там, где речь шла о заблуждении, да, о гибели душ человеческих, и о дьявольских каких-то искушениях, то святитель Николай проявлял достаточную жёсткость и строгость, и в частности храм Артемиды был неспровергнут в городе Миро-Иликийский по вот именно благословению святителя Николая Чудотворца, и вот тут можно тоже вспомнить, когда Первый Вселенский Собор, и как он жёстко проявил строгость в отношении Ария, которого он назвал богохульником, ариянство – это действительно была такая ересь, которая угрожала вот самому бытию христианства, потому что Арий фактически неспровергал божество Христово, погрешал против единства Троицы, ну и много там всяких других было заблуждений, и вот святитель Николай, он проявлял жёсткость в отношении ересей, заблуждений человеческих, но к самим людям, он всегда с открытой душой, с открытым сердцем, с чуткостью милосердия, и вот, конечно, авторитет святителя Николая был уже под конец его жизни настолько высоким, что даже правители, местные правители, они не могли пойти вопреки него. Вот вы, конечно, знаете про тот случай, когда он спас от смерти неповинно осуждённых трёх мужей, когда он даже прошёл уже к месту казни и остановил меч палача, не дал казнить этих трёх невинно осуждённых мужей, и правитель, он прислушался к словам святителя Николая, пересмотрели дело, оправдали этих осуждённых. То есть авторитет святителя Николая Чудотворца среди людей того времени был достаточно высок, потом тоже вот это чудо со спасением трёх воевод, мы не будем подробно рассказывать, но сведения древние, они говорят о том, что тоже неповинно осуждены были три воеводы перед царём Константином, и он во сне является и вразумляет царя, чтобы тот пересмотрел решение. Вообще в истории святых такое бывало не раз, когда святой, если вот он действительно достиг очень высоких таких вот духовных уровней ещё на земле, что он может даже вот при жизни явиться где-то в отдалении и призвать к перемене жизни. Вот так было, допустим, у преподобного Паисия Святогорца, у многих других святых, и святитель Николай точно так же являлся, вот когда голод был тоже в этих краях, он явился одному купцу и сказал, чтобы тот свой вот хлеб вёз именно вот в этот страдающий город, и там люди могли бы приобрести этот хлеб. Хотя сам святитель Николай, он был очень далеко, то есть пространство, оно перестаёт быть неким препятствием, то есть исчезает проблема преодоления вот этого препятствия там, где человек живёт вместе с Богом. И таковым был святитель Николай Чудотворец. И вот когда он переходит в иной мир, то люди, конечно же, не забыли его, и место, где он был погребён, туда все идут, вот как при жизни он ходатайствовал, так и после смерти. Тем более, и даже когда вот, понимаете, вот всех сейчас знают святителя Николая Чудотворца, и во всех храмах есть его иконы, и у каждого в доме, да, тоже. И, допустим, на богослужение собираются, и люди в одно и то же время могут молиться святителю Николаю Чудотворца, а ведь он уже приобщён к Богу, у которого нет вот этого нашего ограниченного времени, то есть Господь, Он над временем в вечности. И святые, которые на небесах причастны вечному всеблагому Богу, вот они слышат молитву каждого, даже если люди вот в одно и то же время молятся святому. Вот на земле мы не можем услышать, допустим, если тысяча человек нам будет в одно и то же время обращаться. А святые на небесах они слышат, потому что там вот эти пространственно-временные категории отступают в сторону, и там широта в этот простор благодати Божией, который как бы раздвигает вот пространство бытия человеческого, душа раскрывается, и святые, они слышат каждого, кто сердечно обращается к нему. И поэтому святитель Николай Чудотворец, вот он один из первых святых, которого наиболее почитали люди на протяжении истории, и вот можно вспомнить, как уже спустя несколько столетий при византийском императоре Льве, когда был патриарх Афанасий, и вот одному благочестивому христианину по имени Феофил является святитель Николай и требует, благословляет написать три иконы, то есть Господа Иисуса Христа, Божьей Матери, и самого святителя Николаев сказано, как молитвенника о людях пред Богом. Ну и вот этот Феофан, он обращается к иконописцу, потом вот он пишет, и отсюда как раз зарождается вот эта традиция, когда три иконы, в центре Спаситель, по правую руку от Спасителя Божьей Матери, по левую Святитель Николай Чудотворец. Иногда мы знаем, что это бывает где-то, вот и Святой Иоанн Претечий, вот это наиболее ранний такой образ, а иногда вот Святитель Николай, иногда и другие святые тоже помещаются, но наиболее распространено вот именно образ Святителя Николая, как такого милостивого заступника, молитвенника о нуждах людей перед Господом Богом. И вот мы знаем, что мощи Святителя Николая Чудотворца в конце концов были перенесены из миров Ликийских на юг Италии, в город Бари. Это произошло в 1087 году, и дело тут в чём? Дело в том, что уже турецкие завоевания, полномасштабно, так сказать, вот, происходил захват Малой Азии, и турки там и сям рыскали, и иногда разоряли святыни, храмы. Конечно, вот мощи Святителя Николая, они были под угрозой, и получилось так, что итальянские вот эти вот купцы, и там венецианцы тоже хотели, они решили как бы вот заполучить мощи Святителя Николая. И я, конечно, не могу утаить, что по большому счёту вот эти итальянские купцы, они просто решили в каком-то смысле выкрасть мощи Святителя Николая, да, и, в общем-то, они это и сделали, когда приехали в город Миры Ликийские, значит, спросили, где-то вот у вас мощи Святителя Николая, там вот в храме монахи показывают, они говорят, ну вот открывайте нам, мы не можем же открыть, ну давайте тогда мы вам там 300 золотых заплатим, это была огромная сумма. Нет, мы не собираемся, и тогда они уже, эти итальянские купцы, стали проявлять, так сказать, силу, связали монахов, стали буквально разбивать мраморную плиту, и потом один вот опустился туда, и мощи вытаскивали то, что вот смогли собрать, потом часть они не забрали, часть потом вывезли в венецианцы, и вот перевезли. Но дело в том, что есть во всём тоже свой промысл Божий, дело в том, что вот благодаря этому удалось вообще сохранить мощи Святителя Николая Чудотворца для всего христианского мира. Даже когда вроде бы способ кажется не очень такой вот благовидный, тем не менее, мощи Святителя Николая, они были спасены. И там же впоследствии, вот где миры ликийские, там уже всё, вот турецкое, так сказать, вот господство, и много святынь было порушено, исчезло за годы вот этих завоеваний, а мощи Святителя Николая на юге Италии, они открыты всем для поклонения, и поэтому со всего мира люди приезжают, могут помолиться, и там, кстати, есть русский православный храм, посвящённый Святителю Николаю Чудотворцу, и там совершаются наши православные богослужения, и люди могут идти к святым мощам, и мир источается, причём оно такое вот белое, прозрачное, немножко напоминающее воду, и вот когда было в 50-х годах, обретали мощи, ну как, обретали, там была реконструкция, и открывали мощи, то оказалось, что действительно они источают Святое Миро, и, кстати, во второй половине 20-го века проводили анализ мощей Святителя Николая Чудотворца, и пытались создать реконструкцию его образа, и оказалось, что образ, вот как, который реконструирован антропологами, он очень чётко соответствует православной иконографии Святителя Николая Чудотворца, то есть в настоящее время даже можно примерно представлять, как выглядел при жизни Святой Николай Чудотворец, но для нас, конечно, не то важно, вот не столько важно вещественное, а важно то, что Святитель Николай всегда помогает, вот одна моя знакомая, она рассказывала, как в Москве она как-то вышла, у неё две собачки маленькие, вот она вечером вышла на прогулку, водит там два пуделя у неё маленьких, ну и куда-то в тёмное место там зашла с ними, и вдруг на неё сзади кто-то напал, такой тяжёлый, пытается её повалить в кусты, а собачки маленькие, они не могут ей помочь, и она тогда обратилась к Святителю Николаю, Святителю Отче Николай, помоги мне, и вдруг раз, не поняла даже, на что такое произошло, видит уже огромный человек, лежит в кустах, вот он медленно так, как будто кто-то его отбросил, медленно на четвереньки становится, и говорит, сама маленькая, а бросила как мужик, на самом деле она вообще ничего не делала, она просто помолила Святителю Николаю Чудотворцу, сказала, от сердца воскликнула, Святителю Отче Николаю, помоги, и Святитель Николай помог, и благодатная сила отбросила вот этого преступника, вот так она спаслась. А ещё бы я вспомнил, помощь Святителя Николаю Чудотворца во время одного путешествия, вот была такая шхуна Святой Анны, в начале 20 века проводилось много таких исследований и попыток найти северные морские пути, кто-то пытался к Арктике пробиться, а вот на шхуне Святая Анна пытались северным путём из Петербурга во Владивосток найти путь, потому что обычно шли, как ни странно, на Дальний Восток южными морями, то есть просто там в 10 раз больше был путь, боялись идти северными морями, вот некоторые пытались найти этот путь, и шхуна Святая Анна, ей руководил капитан Георгий Брусилов, он племянник известного генерала Брусилова, и вот они отправились в августе 1912 года, ну и как и следовало ожидать, вот из-за того, что много было неизвестного, оказались закованы во льды, год они вот так вот проносились в этих льдах, как льды двигали ими, и потом что делать? И в общем, там находился такой, в общем-то, достаточно умный и разбирающийся в деле человек, Валериан Альбанов, он был штурманом этой шхуны, и Валериан Альбанов понимает, что, вот он делает расчеты, что из-за льдов они смогут вырваться еще самое ранее, через два года, а продукции, продовольствия не хватит, даже если там охотятся на каких-то редких животных, и он предложил тогда покинуть шхуну и идти пешим ходом, вот по этим льдинам, пытаясь выйти на материк. Ну, капитан отказался, потому что боялся, что утрата будет шхуны, получается, как бы совсем позор, то, что потеряют корабль, на котором отправлялись в путешествие. И вот с Альбановым идет группа, их было 11 человек, они изготовили несколько саней, на них такие тоже самодельные лодки, все поместили, и вот они отправляются в путь. И, конечно же, там пришлось 160 километров по льдам, по снегу идти, среди вот этого мороза. Это просто вот невероятные были приключения. Вот однажды Альбанов при этом, когда выходил со шхуны, он положил образ святителя Николая к себе в карман. Вот иконочку святителя Николая, который всегда возил с собой, вот как благословение, как напутствие, он взял именно с собой, в карман положил. И потом наступает один из дней, когда у него совсем грустные мысли, и вот он думает, что непонятно, выйдут они или не выйдут, потому что, оказывается, льдины постоянно сносило, они не стояли на месте, то есть льдины дрейфовали, и они могли просто-напросто промахнуться. И вот, находясь в таких печальных раздумьях, он засыпает и видит сон, как вот стоят какие-то люди и кого-то ждут. И вот какой-то старец, такой радостный, светоносный, и все к нему тянутся. И вот, говорит Альбанов, я сам подхожу к этому старцу и протягиваю руки вот так вот, ну, как благословения складывают. И он смотрит мне на руки и говорит, что не переживай, дойдешь, дойдешь. Вот скоро там торосы появятся, а потом уже увидишь остров и материк, дойдешь. И говорит, я проснулся, он вел дневник в это время, я проснулся с необыкновенно радостным таким чувством и передал это всем своим спутникам. И говорит, я сам удивляюсь, ведь сны бывают разные, а вот этот сон, он именно меня настолько вот поразил, что полностью вдохновил к жизни. И вот старец, который явился, он очень был похож на святителя Николая Чудотворца. И вот они дальше шли. И, конечно же, путь на самом деле оказался очень трудным. И получилось так, что вначале погибает один из их спутников, который считал, что вот он увидел более легкий как бы проход по гладким льдинам. И вот он ушел, и как сквозь землю провалился, точнее, как сквозь снег, его пытались найти, нет, все, исчез. Потом вот они шли, и едва они вышли к вот этим торосам, таким ледяным глыбам, и стали пробираться по снегам туда, как сзади них проваливается лед, и начинает ломаться лед. Вот только-только они шли по нему. Но они смогли выйти, выбрались. И дальше множество таких невероятных приключений. Потом кто-то уже умирает от болезни, потому что цинга. И вот когда они достигают острова, то разделяются на две группы. Одна идет пешком, а другая движется на лодочках вдоль берега. Сначала они соединяются, потом выходят, намечают встретиться в следующей остановке. И вот там вторая группа не выходит, и Валериан Альбанов понимает, что сил уже нет, и надо переправляться. И нужно было проплыть там около 10 или 15 километров. Но подымается страшная буря на море. И вот он, находясь с одним матросом, чтобы их совершенно не потопило, они забираются на льдину. Льдины, которые как вот айсберг, вершина айсберга. И там делают себе как бы палаточку, ложатся в один спальный мешок, головами в разные стороны, и засыпают. И тут происходит ночью самое страшное. Вот эта льдина разламывается, и они проваливаются в воду. И на беду они настолько хорошо запаковали этот мешок спальный, что выбраться из него, находясь в воде, просто невозможно. И Валериан Альбанов потом описывает, что у меня все в голове промелькнуло, как и вот это путешествие, как вот они шли, и потеря друзей, и что теперь вот так вот погибнем, и никто не узнает, что с нами даже произошло. И как же тогда вот тот сон? Тут вдруг он вспоминает, как святитель Николай во сне ему обещал, что он выйдет невредимым, сможет дойти до суши и спастись, и говорит, вот как только я это вспомнил, мы, говорит, случайно, они там как бы ногами дергали, и мы, говорит, случайно попали ногами друг в другу со своим товарищем и смогли друг друга вытолкнуть из этого спального мешка, выбрались, но оказались в воде полностью, в ледяной воде. А как дальше-то быть? И говорит, тут словно в сказке наша лодка сверху сползает вот по льдине к нам. Если бы она, говорит, не сползла, мы бы просто-напросто бы погибли. Вот они выжили быстро в воду, плывут несколько часов, и в итоге они действительно достигают суши, и Валериан Альбанов, он действительно спасся. К сожалению, из этой группы, которая вышла, вот 11 человек, спаслись они двое, но в том сне святитель Николай как бы говорил, что вот ты спасешься, ты выйдешь. Вот с одним своим товарищем они вышли. Да, жизнь наполнена скорбями, но когда мы молимся святителю Николаю Чудотворцу, то он в критических ситуациях нам помогает. Поэтому если вы отправляетесь куда-то в поход, в длительное путешествие, обязательно возьмите маленький образок святителя Николая Чудотворца, обязательно помолитесь ему. И в трудной ситуации тоже не забудьте именно к нему обратиться в своих молитвах, потому что святой Николай Чудотворец он выведет из любой беды. Вот, дорогие братья и сестры, мы сегодня вспоминаем и чествуем святителя Николая Чудотворца, великого угодника Божия, который был прежде всего угоден Богу и сейчас угоден, но он же и нам в каком-то смысле в наших нуждах тоже угождает, когда мы просим и обращаемся к нему в молитвах. И поэтому выразим прежде всего благодарность и поблагодарим его за его непрестанное ходатайство и заступничество пред Господом. И от всего сердца будем молиться ему во всех нуждах, которые у нас встречаются, святителю Отче Николы, моли Бога о нас. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok